Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов. Осьминог. Бесконечности. И сегодня мы наконец-то добрались до немецкой философии. Вот, немецкая философия от Канта до Гегеля. Немецкая классическая философия дает нам возможность насладиться рассветом германской мысли. Если в прошлые века немцы во многом были на вторых ролях, а известных немецких мыслителей можно было пересчитать чуть и не по пальцам, то, начиная с Канта, Германия становится центром интеллектуальной жизни Европы. Мы с вами рассмотрим основные труды Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, так как именно эти авторы являются основополагающими для философии в целом. К сожалению, в таком исследовании придется пропустить ряд других, не менее важных, видимо, в контексте культуры и европейской философии мыслителей, таких как Карл Маркс, которому не найдется места тоже в моих лекциях. К сожалению, его философия во многом похожа на философию Гегеля, с учетом, что он ее перевернул. Тем более с марксизмом вы и так можете хорошо ознакомиться, наша культура с ним тесно связана, поэтому марксизма преподавать не будем, к сожалению. Также мы пропустим философию романтиков и многое-многое другое, очень интересное, важное и очень связанное с Германией, конечно же, в данном случае. Все-таки это общеобразовательные лекции, в которых довольно трудно передать все богатство философии любого из периодов. Я очень надеюсь, что вы заинтересуетесь этой темой и сами продолжите изучать немецких мыслителей. Ну что ж, я избрал довольно интересный подход в данном случае. Вы можете посмотреть имя фотографии на этот раз. На этот раз мы будем действовать по-другому. До этого мы действовали очень просто. Мыслитель, учение. Мыслитель, учение, мыслитель, учение. Все очень коротко и максимально лаконично, лишь бы успеть как можно больше мыслителей охватить, чтобы побольше узнать и побольше зацепочек получить от философии, найти кого-то более интересного. Но на этот раз мы сосредоточим внимание на четырех мыслителях. Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель. За счет того, что мы, во-первых, сосредоточим на них такое скрупулезное внимание, у нас появится возможность рассмотреть не просто их учение абстрактно, в разрыве и отрыве от всего, что там происходило в течение их жизни, а подробно, по текстам. Рассмотрим, чем данные авторы занимались в тех или иных своих основополагающих текстах. Я постарался не рассматривать очень вторичные тексты, которые не особо нужны вам. Которые не особо нужны именно вам, а не кантианцам, конечно, очень нужны. Исследователям Канта нужны, людям, которые хотят узнать про Канта, например, намного больше. Эти тексты все нужны. Но мы с вами пройдемся лишь по основным работам. Более того, именно вот эти мыслители, именно мыслители вот этого периода в этой стране немцы, они начинают идти по таким периодам некоторой жизни, особенно это выделяется у Шеллинга. У Шеллинга прям пять периодов философии. Их все мы тоже не будем разбирать. Мы выделим в основном только три из них, с помощью причем двух текстов и одного такого вот обобщения небольшого. Ну, я попытался, в общем-то, упростить философию Шеллинга, чтобы вы ее все-таки, ну, восприняли полегче, полегче, чем она есть на самом деле, потому что философия Шеллинга действительно очень многогранно сложна и во многом может посоревноваться в сложности с философией Гегеля. Ну, и с Гегелем мы тоже обошлись достаточно просто, потому что мы не будем изучать все категории, которые он перечислил в своей науке логики известной, не будем также изучать его политические трактаты, исторические. В основном коснемся его метафизической составляющей, ну, вносимологической, ну, таких вот текстов, которые касаются основы учения Гегеля. В общем-то, мы сейчас проскочим по основам, основам, которые нам очень сильно понадобятся. Начнем. Начнем, в общем-то, уже в предвкушении 4 минуты, говорю, Эммануил Кант. Эммануил Кант, известнейший немецкий мыслитель. Он написал множество работ, между прочим. Но начнем мы с той, с которой многие вот не ожидают, что можно начать. Это всеобщая естественная история о теории неба. Кант начинал с натурфилософии и занятий естественными науками. Это время называется докритическим периодом. Тогда он написал множество текстов по разным научным вопросам, начиная от географии и заканчивая от астрономии. А в вышеобозначенном тексте излагается как раз одно из самых примечательных открытий Канта в его докритических работах. А вот вышеобозначенный текст. Чтобы вы не перепутали, текст называется Всеобщая естественная история и теория неба. Там излагается теория. Речь идет о гипотезе, которая в наши дни известна как гипотеза Канта-Лапласа. Ну, то есть два мыслителя, два ученых сформулировали эту теорию. Не знаю, независимо друг от друга или зависимо. Я это как-то не интересовался данным аспектом. Но оба. Оба и практически в одно и то же время, вероятно. Или бы кто-то доработал. Ладно, не знаю. Согласно ей, прародительницей сочи-столнечной системы является раскаленная газопылевая туманность. Медленно вращавшаяся вокруг плотного ядра в центре. Кстати, когда я в детстве любил читать книжки по астрономии, там это уже есть. Там все еще было. Такая теория все еще была. Под влиянием сил взаимного притяжения туманность начала сплющиваться у полюсов и превращаться в огромный диск. Плотность его не была равномерной, поэтому в диске произошло расслоение на отдельные газовые кольца. А в дальнейшем каждое кольцо начало сгущаться и превращаться в единый газовый сгусток, вращающийся вокруг своей оси. Впоследствии сгустки остыли и превратились в планеты, а кольца вокруг них в спутники. Ну и основная часть туманности осталась в центре до сих пор и называется Солнцем. Но она не остыла, конечно, получается. Да, эта теория, кстати, все еще не умерла. Вот Эммануэл Кант до критического периода, когда он не так уж и много занимался философскими вопросами. Хотя занимался, честно скажем, занимался, но не так уж и много. И вот Кант, уже поповедавший многое, пишет книгу «Критика чистого разума». Но в качестве введения «Критика чистого разума» мы прочитаем небольшой отрывочек из его письма «Штой длину». Так вот, он там писал. Давно задуманный план относительно того, как нужно обработать поле чистой философии, состоял в решении трех задач, писал Эммануэл Кант. Это были не просто задачи, это были три вопроса, которые он сформулировал. Первый вопрос. Что я могу знать? Это вопрос метафизический. А следующий вопрос. Что я должен делать? Это вопрос моральный. Как себя вести? Каких императивов, допустим, придерживаться? И последний вопрос. На что я смею надеяться? Это религиозный вопрос. Ну, соответственно, не зря. Не зря говорят о том, что Кант сформулировал шестое доказательство Бога. Пять мы помним. И шестое, оно этическое. И оно связано с религией непосредственно, потому что этическое доказательство Бога, оно доказывает, оно как бы претендует на доказательство существования Бога, поэтому Кант учитывает религиозные вопросы. На что он смеет надеяться? Попадет ли его душа в рай в итоге? Или не попадет? Интересный вопрос для Канта. Ну и последняя задача. Самый последний вопрос. Что же такое человек? В общем-то, да, мы должны узнать, что такое человек, а потом уже отвечать на вопросы. Что мы можем знать? Мы люди, что мы можем знать? Что мы должны при этом делать? И на что нам надеются? Мы же люди. Интересно, да? Вот. Сейчас мы будем разбирать самый, 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 самый важный текст Эммануила Канта. Самый интересный с точки зрения философии текст Эммануила Канта прежде всего. Но, по крайней мере, на мой взгляд, у Канта не написано ничего важнее критик чистого разума. Притом, критика чистого разума написана, так скажем, в двух изданиях, которые значительно отличаются друг от друга по некоторым аспектам. Но давайте не будем усложнять все. Это вот самый важный текст Канта. И самый сложный. И сейчас будет очень сложно, потому что Эммануил Кант очень любил своеобразную терминологию, которую прояснить в полной мере даже я не смогу. Ну, к сожалению, я не кантианец. Вот так вот скажем. Некоторые аспекты кантовской философии все равно проходят мимо меня. Например, со схематизмом я разбираюсь в кантовской философии и не так уж и просто с ним разобраться. Я понимаю, что он там существует, но обозначить его это надо не три, не четыре, не пять раз, как я, прочитать критику чистого разума. Надо и очень хорошо проработать. Причем именно как диссертацию. Ну, поехали. Основную тему книги составляет понятие трансцендентального, которое раскрывается в двух частях работы. Трансцендентальной эстетики, о пространстве и времени, как и приорных формах созерцания, и трансцендентальной логике. Ох, Кант. Давайте выцеплять тогда слова. Ну, давайте сейчас зачитаю абзац. Последняя состоит из трансцендентальной аналитики о категориях рассудка и трансцендентальной диалектики. Об антиномиях разума. В общем-то, все вот в этом вступлении. Все, все, вот здесь все сказано. Вот в этом небольшом абзаце сказано все, о чем будет идти речь дальше, о чем рассуждал Кант. Да, это интересно. Конечно, большинство слушателей, которые никогда ничего не слышали о Канте, совершенно ничего не поняли. Что ж такое, начнем сначала вот это вот трансцендентальное, непонятное, да? Трансцендентальное, то есть. Ну, многие просто не любят это слово, оно прям вот тяжело дается большинству людей, которые не связаны с философией. Ну, вот что такое трансцендентальное? Вообще, вот такое вот слово, есть похожее, аналогичное, трансцендентное, оно в религии применяется. То есть что-то есть монетное, трансцендентное. Бог находится за пределом, например, этого мира, и поэтому он трансцендентен, а есть и монетное, что-то внутреннее. Вот такая противоположность была. Кант, вводит немножко другую оппозицию. Понятие трансцендентного выступает в оппозиции понятию эмпирической и обозначает то, благодаря чему возможен опыт. Таким образом, основным содержанием критики чистого разума является гносиология. Гносиологию мы уже тоже проходили. Теория познания, в общем-то. Теперь вернемся к таким понятиям, которые были использованы ранее. Например, априорные формы созерцания. Есть, в общем-то, такие слова, тоже в терминологии Канта, априорная и апостериорная. Априорная это доопытная, то, что мы можем узнать до опыта. Ну, например, не знаю, Парменит говорил, что бытие неподвижно. Он это узнал до опыта. В опыте это вообще нигде не дается. Вот он логически это вывел, чисто логически и говорит, бытие неподвижно. Ешьте, ешьте вот это вот, оно неподвижно. Это априорно. Он попытался вывести. А апостериорное знание противоположность априорному это то, что выводится из опыта. Яблоко упало на землю. Я знаю, что яблоки падают на землю. На землю, в общем-то. Вот это такое вот противоречие. Два вида знания, так скажем. Выделил Кант. Кант, в общем-то, да, начинает свое рассуждение со специфической классификации суждений. Он выделяет суждения синтетическое и аналитическое, а также апостериорное и априорное. Мы их только что вот рассмотрели. Что же такое синтетические суждения? Это суждения, несущие новое знание, отсутствующее понятие, которое является их субъектом. Аналитические суждения. Это те, которые лишь раскрывают свойства, присущие понятию субъекта. То есть, содержащиеся в нем самом и не несут нового знания. Да. Ну, то есть, вот так вот у нас получается. Аналитические мы разбираем. Разбираем что-то на части. В голове. Ну, преимущественно в голове, получается. Разбираем что-то на части. Например, у нас есть понятие какое-то. И мы разбираем его, рассуждаем о нем. Какие там у него элементы есть в этом понятии. Из чего оно состоит. Как с ним работать. Синтетические суждения, наоборот, они делают прибавку к этому понятию. Ну, например, у нас есть лебеди. Белые лебеди. Мы считаем, что все лебеди белые. По определению. У нас в определении написано. Лебедь там, это такая-то там птица, такого-то вида. У нее там такие-то свойства. И она всегда белая. Потом, с помощью синтетического знания, мы смотрим. Вау! Я вижу черного лебедя. Ничего себе, черный лебедь. У нас есть белый лебедь и черный. И мы синтетически, в общем-то, прибавляем к определению, что лебеди бывают не только белые, но и черные. Все достаточно просто здесь. Просто слова не очень простые, потому что, ну вот, вы, серьезно, вы могли бы заметить, что терминология Канта значительно отличается от терминологии многих предыдущих мыслителей. За редким исключением. Так вот. Вот у нас есть две способности такие. Два деления. Синтетические и аналитические. И также априорные и апостриорные. Комбинаторика. Тут же начинается комбинаторика Канта. Так вот. Априорные суждения не нуждаются в опытной проверке своей истинности. Для апостриорных необходима эмпирическая верификация. Так вот. Кант замечает, что синтетические суждения чаще всего апостриорные. Как это было с лебедем. Я вам уже рассказывал про лебедя, правильно? Правильно. Рассказал вам про лебедя. Вот. Апостриорные. Мы прибавили, синтетизировали знания. Да. Следующий пункт важный. Аналитические суждения чаще всего априорные. Понятие разум-рассудок. Вот все, что порождается вот этим, оно чаще всего априорное. Тоже вот это понятно. Это довольно-таки просто. То есть аналитические суждения являются априорными. А почему они являются априорными чаще всего? Вопрос-то тоже, ну, очевиден тоже. Аналитические суждения являются априорными, потому что аналитические знания состоят из понятий, и понятия делятся, разделяются, умножаются и так далее, мы с понятиями можем работать определенными методами, и поэтому знание, оно априорное чаще всего. Аналитическое знание чаще всего априорное, потому что это понятие, а понятие определенно априорное, обычно. И тут у нас возникает следующий вопрос, главный вопрос, которому, в общем-то, и посвящена книга. вся вот эта вот книга потрясающая, и ответ мы на него, ну, получим с таким большим трудом, потому что Кант, честно говоря, не делает прямо уж открытого вывода. Вопрос, вопрос, главный вопрос, который Кант задает в этой книге, звучит так. Возможно ли априорные синтетические суждения? То есть, можно ли с помощью рассудка, разума, с помощью определений получить что-то сверху? Можно ли сделать так, чтобы знание имело некую прибавку такую из непосредственно априорных оснований, то есть доопытных, без опыта, без опыта получить какую-то прибавку к знанию, к определениям в том числе, наверное. Возможно ли или нет? На это и пытается ответить Кант. Продолжаем. По Канту существует две способности познания. С одной стороны, чувственная способность, с другой способность рассудка, разума, рассудка, чистого рассудка с его аппаратом коренных понятий. Каковы, в общем-то, коренные понятия? Коренные понятия – это категории. Да, ну, тут написано как раз категории качества, количества, причинности, субстанциональности. Но! Поехали! Категории Канта. Кант выделяет следующие категории рассудка. Первая группа категорий – категории количество. То есть это единство, множество, цельность. Единство, множество, цельность. Когда много в одном. Когда многое становится единым, так скажем, да. Категории качества. Реальность. Отрицание. И ограничение. Заметьте, уже внутри здесь имеется определенная диалектика. О диалектике мы будем тоже говорить впоследствии. Уже в категориях Канта диалектика заложена. Единство. Что отрицает единство? Множество отрицает единство. То есть вот антитезис – это множество. Цельность – это в прямом смысле синтез единства и множества. Ну, то есть в Канта в категориях уже заложена будущая диалектика. Которую мы тоже обсудим уже на примере Гегеля. Так вот. Реальность. Тезис. Отрицание. Антитезис. Ограничение. Ограничение – это когда у нас есть что-то реальное, и оно чем-то ограничивается. А что есть ограничение, как не особого рода отрицание. Да, и при этом в чем-то ограниченном что-то находится, что-то реальное. И вот получается, что реальность – отрицание ограничения. Третий пункт. Это отношение. То есть присущность и самостоятельное существование, причинность и зависимость и общение, взаимодействие между действующим и подвергающимся действием. Также существуют категории модальности. То есть возможность и невозможность, существование и несуществование, необходимость и случайность. Разницу между словами этими, наверное, все-таки стоит, да, объяснять. Возможность, невозможность, ну то есть то, что могло бы произойти, то, что могло бы произойти. невозможность, то, что не могло бы произойти. Необходимость, это то, что не могло бы не произойти. Вот у нас тоже такая словесная комбинаторика получается. Да. Ну и случайность с возможностью здесь, наверное, занимает одно и то же значение имеет. Ну, просто они вот так вот пересекаются. Случайность, это... Так, случайность, это то, что произошло, но могло бы не произойти. Вот, 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 все. Ответил на вопрос, это все-таки разные вещи. Возможность это то, что не произошло, но могло бы произойти, а случайность это то, что произошло, но могло бы не произойти. Вот, вот, все, 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 категории разобрались в данном случае быстро, отлично, молодцы, поехали дальше. Давайте-ка немножко вернемся к чувственным созерцаниям, и они обличены в пространственно-временную оболочку, то есть пространство и время это свойство нашего восприятия по канту. Пространство и время – свойство нашего восприятия по канту, вы не удивляетесь, вот так Кант считал, довольно-таки интересно. Здесь, кстати, это не написано, но я решил сильно много, вам все это, всю-всю-всю, в общем-то, критику чистого разума сюда засовывать было бы довольно-таки странно. Ну так вот, пространство и время – свойства чувственности, способности, в общем-то, чувствовать. И вполне не факт, что они существуют в реальном мире. А потом мы переходим уже, довольно-таки длинным путем, кстати, переходим к так называемой вот этой вот трансцендентальной диалектике, в которой уже находится вот эта вот прекрасная часть обучения антиномии чистого разума. Антиномии, ну, противоположности, получается, в данном случае чистого разума. В общем-то, здесь повествуются вот такие вот, здесь рассказывается об вот этих вот априорных суждениях, ответ на которые вот эти вот суждения, они не могут быть разрешены с помощью каких-либо эмпирических методов. Так, например, мир конечен или мир бесконечен? Скажите-ка мне, скажите, пожалуйста, как вы докажете, что мир конечен или бесконечен? Напомню, как греки это делали. Один из греков говорил, что надо брать палку, берешь палку, в общем, подходишь к краю бесконечности какой-то, конечности вселенной, просовываешь палку дальше этой конечности, оказывается, что вот, конечность преодолена, и мы шагаем дальше. Так, дальше с палкой проходим через конечности бесконечности. Смешно. Но, на самом деле, вот Канк говорит, мы не можем решить, конечен мир или бесконечен. Также, следующая антиномия. Каждая сложная субстанция состоит из простых частей. Атомизм. Атомизм, да. То есть, все-таки есть какой-то предел деления материи. Вот, вот так вот переформулируем. Есть предел деления материи. Есть какие-то конечные атомы. Есть какие-то начала, которые вот невозможно никаким образом, в общем-то, углубиться вот дальше. Мы разбирали у джайнов атомы, у джайнов вот эти вот пространственные какие-то единички, такие сектора, меньше которых ничего не может быть в мире. Вот. Вот такая концепция с одной стороны. А с другой стороны, не существует ничего простого. Ну, то есть, деление материи бесконечно тогда получается. И ничего простого. Все сложное. Все из чего-то состоит тогда, получается. И мы не можем тоже решить эту дилемму. Многие философы пытались решить. Кто-то выбирал одну парадигму, кто-то другую парадигму. Нет. Нет. Не смогли ответить на этот вопрос философы. Каждый давал свою позицию, пытался ее обосновать, но внятного обоснования, в том числе, по мнению Канта, не было. Следующий вопрос. В мире существует свобода. С одной стороны, этот тезис тоже не может быть обоснован. Существует ли она? Или в мире не существует свободы, но господствует только причинность? Индетерминизм или детерминизм? Это не может быть решено никаким эмпирическим опытом. Ну, по Канту, по крайней мере. Современные ученые, какие-то современные философы-аналитики, они в это, конечно, не верят. Они думают, что все детерминистично обычно. Ну, детерминизм. Для большинства из них существует и это доминирующая концепция детерминизма. А Кант, нет, говорит, нет, мы не можем это решить, потому что это априорное знание. С чего бы мы должны сказать, что существует свобода или не существует? Вот я поднимаю руку сейчас, я спонтанно ее поднял. Действительно ли спонтанно или нет? Почему я ее поднял? Это была причинность какая-то? Это мне просто в голову пришло или мозг мой так отреагировал странно? Интересный вопрос. Да, мне могут привести, кстати, в пример различные опыты, что мозг заранее, формирует уже какие-то... Мой мозг, мой, мой мозг заранее формирует какие-то, в общем-то, уже сигналы. До того, как будет произведено действие. Причем иногда даже намного задолго до того, как будет произведено действие. Мой мозг типа решает за меня заранее, что я буду делать. Вот так это выглядит обычно в теориях, в опытах. Но при этом... А кто сказал, что мозг действует несвободно? Почему мозг отдельно как-то... Мы вытащили мозг, получается, и взяли его вот как отдельный такой субъект исследований, и он является судьей свободы и несвободы, да? Ну, серьезно. Многие философы критикуют эти опыты просто. Ну, это действительно очень сомнительная трактовка, что все детерминистично, потому что мы уже предопределенно все решаем. А мозг-то предопределенно все решает. Он детерминистичен или нет? Мир может быть детерминистичен. Вы, может быть, сто процентов знаете, что мир детерминистичен. Это уже нет. И последняя антиномия чистого разума. Существует первопричина мира? Бог. Или не существует первопричины мира? Вот они, известные антиномии чистого разума Канта. Ну, это, по сути, все, о чем вы должны были бы слышать. Кант в целом приходит к тому, что с помощью разума познать все вот это невозможно. То есть, ответы на вот эти вот великие, прекрасные, замечательные философские вопросы получить, ну, по крайней мере, с помощью чистого разума, если мы только чистым разумом руководствуемся, невозможно. Да. Продолжаем. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука. Еще один текст Канта, который, в общем-то, решил прояснить все, что происходило вот раньше. Критика чистого разума это БАМ. Для мыслителей его времени это тоже взрыв мозга. Многие не поняли Канта. Было много такой странной критики, которую он учел во втором издании критики чистого разума. Но этого было все-таки все равно недостаточно. Поэтому он написал этот текст. И там он ввел некоторые дополнения. Кант решил прояснить свои идеи и для этого написал эту работу. Центральная проблема, от разрешения которой целиком зависит сохранение и крушение прежней метафизики, такова, как возможны априорные синтетические положения. Тот же самый вопрос, который мы задавали в прошлой книге, здесь тоже присутствует. Чтобы решить этот вопрос, Эммануил Кант решает следующие четыре вопроса. Как возможно чистая математика? Как возможно чистое естествознание? Как возможно метафизика вообще? Как возможно метафизика как наука? Текст не очень длинный. Рекомендую вам его прочитать. Возможно даже перед критикой чистого разума, потому что своеобразное введение. Вот. Продвигаемся дальше. Основоположение метафизики нравов. Согласно Канту, только разумное существо имеет волю. Причинность, благодаря которой оно способно совершать поступки из принципов. Валение действует по троякого рода принципам. Это правила умения, советы благоразумия и закон нравственности. Моральное убеждение ведет к соблюдению закона из чувства долга. Кстати, у Канта, да, вот эта этика долга очень часто встречается. Из чувства долга. А не из добродетельного расположения. В личности нет ничего возвышенного. Если ее поступки лишь сообразны моральному закону. Но оно появляется, когда личность сама для себя устанавливает этот закон. И потому подчиняется ему. То есть есть определенный внутренний долг, которому люди следуют. И осмысленно это делают. Ну то есть много факторов, которые решают моральный человек или нет. Моральный закон побелевает каждому разумному существу делать конечной целью своего поведения высшее благо. Высшее благо в мире, счастье разумных существ в нем и достоинство быть счастливым. Ну то есть нравственность. Вообще просто вот заметьте, да, с одной стороны, вот эта вот гигантская просто махина критика чистого разума. Это невероятный труд со труднейшими терминами. Просто вот невероятная штука для своего времени. И мораль вполне такая себе обычная у Канта. То есть моральное достижение Канта пониже значительно, ну на мой взгляд. Просто после основоположения метафизики нравов следует еще один фундаментальный текст Эммануила Канта, который называется «Критика практического разума». Напомню вам, что еще со времен Аристотеля этика считается практической наукой. И разум, соответственно, ну практический разум помогает нам вести себя правильно. Практический разум в учении Канта единственный источник принципов морального поведения. Это разум, перерастающий в волю. Этика Канта автономна и априорна. Она устремлена на должное, а не на сущее. Императив – это правило, которое содержит объективное принуждение к поступку. Нравственный закон принуждения необходимость действовать вопреки эмпирическим воздействиям. А значит, он приобретает форму принудительного веления. Императива. Гипотетические императивы, относительные и условные императивы. Говорят о том, что поступки, в общем-то, эффективны для достижения определенных целей. Принципы морали восходят к одному верховному принципу, то есть категорическому императиву. Да. У нас есть, в общем-то, три штуки. С одной стороны, это максимы. Максимы – это то, что я хочу. Я хочу кушать, там, например. Есть гипотетический императив. Есть категорический императив. А что такое категорический императив? Это поступай только согласно такой максиме, максиме – то, что я хочу. То, что хочет какой-то, то, что вы хотите слушать. Ты хочешь что-то – это твоя максима. Вот. Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом. То есть ты одновременно должен хотеть это. Это, естественно, должен хотеть. У тебя есть определенный долг, это определенное, в общем-то, сформировано в тебе определенным образом все это. Ты хочешь. Хочешь сделать какому-то человеку хорошо. Там, например, дарить подарки на Новый год. Допустим, ты хочешь дарить подарки на Новый год, потому что хорошо, это благо, это всем нравится. Да. И тебе нравится дарить подарки на Новый год, потому что тебе нравится видеть радостные лица. И ты можешь пожелать, чтобы это стало всеобщим законом, потому что, ну, потому что это всем хорошо делает. И все могли бы это признать, да, это все хорошо. И все могли, каждый человек, вот вы могли бы признать, что дарить подарки на Новый год хорошо. Ну, тогда, да, это категорический императив. Поздравляю, мы открыли следующий этический закон, продолжаем, в общем-то, существовать и радоваться жизни. Вот такая вот этика. Но. Но я тут упустил еще несколько этических моментов. Некоторые, которые из них, может быть, не связаны с критикой практического разума. Я там, на самом деле, точно не помню, что и откуда. Я много трактатов Канта так или иначе прочитал. Так вот. Первый пункт, который хотелось бы упомянуть, это пункт о лже. Ложь. Ложь в философии Канта. Что это значит? Ну, и она прямо вытекает, вот все учение о лже прямо вытекает из критики практического разума. Все, что мы вот до этого прочитали, увидели, все это восходит к о лже. Лгать нельзя. Говорил Кант. Даже во благо нельзя лгать. Ложь во благо тоже плохое дело. Почему? Как не врать, например? Кант приводит пример. Вам замечательный пример. Допустим, ваш друг стучится к вам ночью. Дверь. За ним гонится убийца. Вы пускаете друга в дом. Друг прячется у вас дома. Потом стучится убийца. И спрашивает у вас. А, вот ваш друг, который от вас убегал. Вопрос. Да, он у вас дома? Или может быть он там где-то еще гуляет? Это что? Что вы ему должны ответить? Если вы скажете, что он где-то там еще гуляет, вы соврете. Вы совершите плохой поступок. Вы поступите безнравственно по Канту. То есть, вы должны сказать убийце, который хочет убить вашего прекрасного, замечательного, прекрасного друга. А что? Да, друг находится у меня дома. Потому что я Кант, Кант. Потому что я Кант. Это первый момент, который следует заметить по критике практического разума, этики, самоболожения, метафизики нравов. Второй момент. Кант с помощью этики доказывает существование Бога. Этический аргумент Канта как раз заключается в том, что внутри нас, внутри людей, есть определенный нравственный закон. И это, этот нравственный закон, который, по мнению Канта, неоспорим и определенно существует, он-то и является свидетельством существования Бога. Потому что без Бога нравственность бессмысленна. То есть, у него даже есть текст один, там, религии посвященный, где он пишет, что без религии-то вообще-то нравственность тоже не могла бы существовать. Нужна религия, обязательно нужна религия по Канту. То есть, он такой вот, получается, человек, с одной стороны, религиозный, но при этом критика чистого разума у него. Это очень-очень интересно. То есть, он практически говорит, все пять доказательств существования Бога до этого, это все фигня. Это все плохо. Это не работает. Нет. Это все на чистом разуме основано, а чистый разум не может точно решить, так это или не так. На основании, в общем-то, своих суждений. Нет, не может. Но, но при этом нам может помочь в нахождении Бога не метафизика, не теория познания, нет. Нам может помочь этика, потому что в нас существует какая-то странная штука, которая называется нравственным законом. Да. Переходим к эстетике Канта. Критика способности суждения. Вообще, способность суждения, то есть способность выносить некоторые суждения, она не ограничивается только одной эстетикой. Просто не ограничивается. Конечно же, не ограничивается. Но эстетика это та область, в которой суждения выносятся чаще всего. Ну, то есть, это область, в которой, ну, обычно, кстати, да, просто вот тут. Мы любим судить об искусстве, например. Вот это мне нравится, это произведение искусства. Это мне не нравится. Это вызывает у меня удовольствие эстетическое. Это не вызывает. Способность суждения определяется Кантом, как способность мыслить особенное, как подчиненное общему. Пока эстетики здесь еще нет. Заметьте, вот в этом определении нет эстетики. Если общее дано, то способность суждения, который подводит под него особенное, есть определяющая способность суждения. Если же дано только особенное, для которого способность суждения должна найти общее, то это рефлектирующая способность. Кант выделяет два вида рефлектирующей способности суждения. эстетическую и телеологическую, но в основном он занимается эстетической в данном тексте. Кант проводит аналитику прекрасного и аналитику возвышенного. Если я не ошибаюсь, мы уже раньше тоже касались прекрасного и возвышенного, это в чем-то учение тоже уже было. Ну, то есть Кант здесь тоже не совсем первопроходится, в общем-то. Эстетическое удовольствие по Канту – это чистое, незаинтересованное удовольствие от представления предмета, когда он отсутствует реально. Кстати, давайте-ка еще кое-что вспомним, это уже касается моей темы, моей специальности. По Канту – воображение, это представление предмета в его отсутствии. Предмета нет, но мы представляем, что он есть. Вот что такое воображение. И с другой стороны, он дает определение эстетики, эстетическому удовольствию практически такое же, как и определение воображения. Очень интересный момент, особенно для меня в данном случае. Поэтому эстетическое следует отличать от приятного. Ну, то есть это не просто там, не знаю, упоролся наркотиками и все, тебе хорошо, ты лежишь там где-то отдыхаешь. Нет, это другое, другого рода удовольствие. Кроме того, эстетическое, в отличие от приятного, претендует на общезначимость. А вот в этом, кстати, практически всегда заключается проблема. Ну, то есть практически все произведения искусства кому-то нравятся, кому-то не нравятся. Кому-то нравится классика, кому-то классика не нравится. Для кого-то там, не знаю, Пеликанье, Вивальди, это фигня, это уши режет, это отвратительно. А для кого-то это прекрасная классическая музыка. Мне, например, нравится Вивальди. Я знаю людей, многих, которые просто не могут его слушать. Общезначимость. Я не знаю ни одного произведения искусства, которое было бы при этом общезначимым. Вот с этого начинается, в общем-то, крушение эстетики Канта, но давайте не будем обращать на это внимание. Кант для своего времени думал, что вот оно вот так вот существует. А помимо прекрасного, существует еще и возвышенное, которое также, как и прекрасное, способно нравиться само по себе и вызывать чувство благосклонности, независимо от факта наличия предмета. Главное отличие заключается в том, что прекрасное подразумевает форму предмета и завершенность. Когда-то как возвышенное может быть бесформенным. Кант различает математически и динамически возвышенное. А возвышенное определяется как то, что велико. Притом настолько велико, что его очень трудно себе представить. Даже в отсутствии его. Ну, например, цунами. Цунами. Громадное цунами надвигается на город, и вот буквально вскоре оно просто размажет его. Размажет там людей в кровавое месиво. Но. Но некоторые люди смотрят на этот цунами. И говорят, оно прекрасно в некотором ноге. Оно прекрасно, замечательное цунами. Оно мне нравится. Оно вызывает у меня некое благоговение внутри. Это возвышенное. Также есть математическое возвышенное. Что такое математическое возвышенное? Бесконечность. Подумаем о бесконечности давайте. Да, вот это математически возвышенное. И поэтому это то, что велико. Причем очень велико. Давайте попробуем по единичкам представить миллиард. Попробуйте. Миллиард. Представьте. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Ноль. Целковый. Так далее. Представляем в общем все числа. И миллиард по единицам представляется. Не очень-то хорошо. Возвышенное. Да. Отсюда сама величина становится предметом эстетического наслаждения. В качестве предмета такого математически возвышенного называются, например, египетские пирамиды. Формы определенные, интересные, геометрические формы. А также покрытые ледниками горы и бескрайние моря. Да, бескрайние моря вызывают у многих людей, в общем-то, такое возвышенное удовольствие эстетическое. Но мы наконец-то закончили с Кантом. Великий Кант 39 минут занял у нас разбора, но это очень важный мыслитель. Кстати, именно из-за него этот раздел философии, который мы сейчас изучаем, я не назвал идеалистической немецкой философией. Потому что считать Канта идеалистом можно с некоторых позиций, но не всегда. А вот начинается немецкая идеалистическая философия в полном смысле этого слова. И одним из первых ее представителей, одним из самых главных ее представителей является ее Ганн Готлиб Фихте. Цветного портрета в хорошем качестве я, к сожалению, не нашел. В данном случае мы не будем разбирать какой-то конкретный его текст. Мы просто назовем это наука учения. Фихте считает, что философия должна стать строгой наукой. Все остальные науки должны обрести в ней свой фундамент. Главная черта научного знания это систематическая форма. Все положения науки выводятся из одного принципа, который обеспечивает как единство и системность знания, так и его достоверность. Этот исходный принцип, который Фихте называет первым основоположением, должен обладать достоверностью сам по себе, до всякого объединения. Истинность всей системы покоится на его истинности. Основоположением, которое было бы абсолютно очевидным и непосредственно достоверным, может быть по Фихте лишь такое, одно единственное предположение, которое лежит в основе сознания и без которого сознание невозможно. Значит, это не то, что составляет содержание сознания, не факт сознания, а сама его сущность. Ну да, в общем, сама сущность сознания является вот этой вот истиной определенной. Вспомним Декарта. Вспомним Декарта. В данном случае Фихте не предлагает нам ничего нового, но он на это и не претендует, конечно же. Он знает, что он копирует вот эту вот часть идеи у Декарта, но развивает ее. Как же он ее развивает? Смотрим. Таковым является самосознание. В общем-то, самосознание. Я-есме. Я-есть-я. Если у Декарта я мыслю, следовательно, существую. То есть, чтобы подтвердить, что я есть, мне нужно еще и мыслить что-то. Если я не мыслю, значит, я не существую. А тут я-есме. Я-есть-я. Есть определенное бытие. Ну, то есть, это антология, получается, в прямом смысле. Я-есть-я. Я присутствую, например, даже в некотором роде. Ну, то есть, это даже немножко предвосхищает Хайдегера. В определенном смысле, конечно. С учетом того, что Хайдегер субъект отвергал. Ну, неважно. Ну, очевидность первого основоположения имеет не теоретический, а практически нравственный характер. То есть, коренится не в его природе, а в его свободе. Вступить на путь наукового учения, значит, по Фихте самому произвести этот акт. Продить свое Я, то есть, родиться в духе. Принцип автономии Я возведен в основоположении колоссовской системы. Я первого основоположения наделено предикатами, которые обычно приписываются Богу. Абсолютность, бесконечность, всереальность, самобытность. Я есть причина самого себя. Кстати, вот по этому поводу, из-за этого учение Фихте называют субъективным идеализмом. Вопрос о соотношении абсолютного Я и Я эмпирического оказался одним из самых сложных в науковой учении. И не случайно во второй период своего творчества Фихте существенно уточняет фундамент своего построения принципа Я. Система наукового учения делится на три части. То есть, здесь несколько текстов-то вообще просто будет, поэтому мы решили не разбирать их все. Будем разбирать их просто вот в виде единого такого большого наукового учения. Так вот, науковое учение делится на три части. Есть определенные комплексы сочинений. Часть эти таковы. Учение о теоретическом Я и учение о практическом Я. Комплекс сочинений в соответствии с философской эволюцией Фихте распадается на два цикла. К первому относятся такие вот тексты, как о понятии наукового учения или о ТН-философии. Блин, я помню только начало о понятии наукового учения. Или точная наука философия, скорее всего. Ну, я здесь уже точно не помню. Основа общего наукового учения. Очерк особенностей наукового учения по отношению к теоретической способности. Ну, то есть, вы понимаете, да, какая вот это вот... Мы все эти тексты разбирали, они все называются, как или иначе, с наукового учениям это все связано. Дальше. Первое ведение в науковое учение, второе ведение в науковое учение для читателей, уже имеющих философскую систему, опыт нового изложения наукового учения и так далее, и так далее. Кстати, последний труд не окончен, да, к сожалению. Так вот, вернемся непосредственно к науковому учению. Вот есть Я. Очень замечательное, прекрасное, абсолютное, бесконечное. Но есть и НЕ Я. То есть, все, что отличается от Я, есть НЕ Я. Я-НЕ Я основные исходные понятия идеалистической философии Фихте, выражающие отношение самосознания ко всякой иной, отличной от него реальности. Декарт, впервые сделавший понятие Я самосознание отправным положением своей философии, полагал, что внешний мир и все представления о нем могут быть подвергнуты сомнению, но при этом остается абсолютно достоверным существование сомневающегося, мыслящего Я. Как показал Кант, Декарт заблуждался, утверждая, что самосознание существует безотносительно к восприятию внешнего мира. И поэтому Фихте выстраивает систему тотального взаимоотношения Я и НЕ Я. В общем-то, философия Я и НЕ Я, их вот-вот-вот скрепление, как они, что, где, когда производят что-то, как Я действует на НЕ Я, как НЕ Я действует на Я, и как они, в общем-то, в диалектическом противоборстве переходят в более такие высокие позиции Я, которые сливают Я и НЕ Я вместе. В общем-то, вот такая интересная философия у Фихте в данном случае. Так вот, Фихте, непосредственный продолжитель Канта, он, по сути, ученик Канта даже, вполне учел это критическое замечание. Согласно наукоучению Фихте, Я рассматриваю как сверх индивидуальный абсолютный Я, абсолютный субъект, радикально отличный от эмпирического Я, то есть самосознания реального человека-индивида. Он полагает само себя, то есть творит себя, но вместе с тем полагает существование НЕ Я, которое оказывается условием бытия абсолютного Я. Эти взаимоисключающие противоположности могут быть совместимы лишь потому, что согласно третьему основоположению наукоучения абсолютное Я противополагает делимое НЕ Я делимому Я, в силу чего абсолютное Я частично определяет НЕ Я и вместе с тем частично определяет противостоящее ему НЕ Я. Все просто замечательно, круто. Я, НЕ Я, НЕ Я. Но я вам уже, в принципе, объяснил, как это все происходит. Я абсолютно замечательное, потрясающее, супер Я, вот это суперкрутое Я. И НЕ Я. Материя, эмпиризм, ну все, что там напротив нас, моя рука, которая напротив меня, это НЕ Я, в принципе. Ну, многие материсты, наоборот, скажут, Я это тело и есть. Я это есть НЕ Я. Ну, забьем на материалистов. Есть Я. Мое восприятие, то, что вот Я живу, существую, вижу. Я ЕСМИ, вот Я, ЕСМИ, это не моя голова. Моя голова, это тоже НЕ Я, между прочим. С другой стороны, НЕ Я. Это все мое тело, тоже НЕ Я. Вещи вокруг меня, это НЕ Я. Все НЕ Я, все вокруг меня НЕ Я. И все вот это вот Я и НЕ Я друг с другом взаимодействуют, тесно переплетаются. И вот получаются различные такие интересные казусы. Подробно разбирать мы это не будем, потому что, ну, простите. Простите, Фихте очень тяжелый мыслитель в данном смысле. Фридрих, Вильгельм, Йозеф, Шеллинг. На каждом этапе, в общем-то, немецкой философии, да, к имени, количество, в общем-то, имен мыслителей добавляется, единичка, заметьте, да, у нас тут. Эммануил Кант, просто Эммануил Кант. Потом и Оган Готлиб Фихте. Потом Фридрих, Вильгельм, Йозеф, Шеллинг. Ну, кстати, Гегель, который Георг, Вильгельм, Фридрих, он современник, в общем-то, Шеллинга, поэтому, видимо, у них троечка тоже. Ладно. Система Шеллинга. Одна из самых интереснейших и, главное, включающих в себя научное знание. Многие философы, например, Гегель, с натур философии обходились не очень хорошо. Многие ее игнорировали даже. Многие не очень любили физику как таковую, не очень ее исследовали и не особо пытались ее объяснять. У Гегеля есть попытки определенные, конечно же, но нет. Это не с такой вот силой, не с тем, в общем-то, вниманием, терпением к научным теориям, не с тем, в общем-то, важным фундаментальным подходом. Он, в общем-то, исследовал физику, как это делал Фридрих, Вильгельм, Йозеф, Шеллинг. И мы начнем как раз с текста идеи к философии природы. Ну, я для начала вам просто небольшое введение сделаю. Философия Шеллинга делится, с одной стороны, на двое. Это философия природы, с одной стороны, и философия мира, который существует вокруг нас. И Йозеф, в общем-то, Фридрих, Вильгельм, Йозеф, Шеллинг, все это исследует. Он учитывает открытие своего времени, и он достаточно внимательный исследователь в данном случае. Остработает с понятием материи и так далее, и так далее, и так далее. Замечательно. С другой стороны, система трансцендентального идеализма. Бог, душа, пантеизм. Туда, находит. С третьей стороны, это философия тождества. То есть, натура философии вместе с трансцендентальной философией идеализма. И в четвертых, там еще периоды шеллингянства эти замечательные, там, мистической философии места нашлось. Шеллинг очень, очень, очень интересный мыслитель. Очень много текстов у него, и очень много периодов развития. Мы пройдемся по двум основным текстам. Идея к философии природы. Это работа молодого шеллинга, представляющего собой попытку выделить природе ступени восхождения творящего духа к свободе. Многим может показаться, что это никак не относится к природе просто. Философия природы имеет своим предметом человеческий дух. Свободно творящий представление о вещах. А вот уже философия природы. Мы видим уже, шеллинг так немножко издалека зашел. А философия природы, да. Предметом человеческий дух. Физики такие, что серьезно? Что же, серьезно? А нет, нет, есть добавление. Добавление очень важное. То есть, да. Свободно творящие представление о вещах. Вот мы сотворили представление о вещах. Это, в общем-то, и изучаемых. Это и есть натуральная философия. Отбрасывается наивный реализм, не замечающий, что вещи, якобы воздействующие на наши органы чувств, продуцированы нашим представлением. А это Канто. Это уже Канто. То есть, ну, Йозеф Шеллинг, он употребил всю традицию, которая была до него. Он фихто, фихто поглотил отчасти. Канто тоже взял. Но относится к ним критически. Заметить следует критически. Критику чистого разума он подвергает тоже критике и сомнению. А автор исходит из господства человеком над природой при опоре на силы самой природы. А вселенная это раскрытый мир идей. Вот так вот думал Йозеф Шеллинг. Фридрих Шеллинг, лучше говорить. Потому что по первому имени обычно Фридрих Шеллинг. Да. Йорк Кекель. Средние имена обычно не произносят, если хотим сократить. Так вот. Он рассматривает множество естественных явлений. Действительно, собойственные листового времени. И практически вся книга, ну там два тома, между прочим. И большая часть книги посвящена как раз проблемам именно материалистическим, материальным. Электричество, не знаю, вроде как магнитные поля там тоже уже есть. Магниты точно. Магниты он точно рассматривает, да. И многие-многие-многие другие интересные вещи. Материя вообще всегда стремится выйти из равновесия и отдаться свободной игре своих сил. Ей изначально присуща цепляющая динамика. Все связано внутренним идеальным тождеством мировой субстанции, которая открыта лишь непосредственно восприятию, созерцанию. Его бессознательно продуцирующая деятельность, неопределенная и неограниченная, предшествует мышлению. На этой первой высшей ступени дух в исходной борьбе противоположных деятельностей творит из ничего объективный мир. Дух творит объективный мир. Реальная сторона этого абсолютного познания – материя или вечная природа, заключающая в себе все формы. Явление вещей в определенных границах должно быть объяснено законом притяжения, создающим всеобщую динамику. Философия возвращается к первотворчеству духа, снимая с природы оболочку, в которую закутывается самосозидающий первичный акт. Кстати, мне это сейчас очень сильно напомнило философию Санхи. Там очень даже похоже местами. Вот. Это натур философия Желинга. Ну, на самом деле, там реально, действительно, натур философия, потому что он изучает непосредственно физику, но потом делает такие интересные очень выводы. И эти выводы, они бросают уже мостик дальше к дальнейшим исследованиям Фридриха. И это система трансцендентального идеализма. Один из популярных таких известных текстов Шелинга, которые переведены тоже на русский язык, и в которых как раз раскрывается система трансцендентального идеализма. То есть, мы провели мостик от материи, материального, от физики к идеальному. И вот мы раскрываем теперь идеальное. В трактате развиваются пантеистические воззрения, основанные на параллелизме природы и интеллигенции, то есть духовного начала. Человек признается венцом динамически развивающейся природы. Идеализм исходит из первичности я, тогда как догматизм исходит из реальности природы. Заметьте, тоже прикол такой. Сейчас давайте разделять критическую философию на догматическую. Из критической догматической философии. Это еще Фихте сказал. Но Кант тоже критик, критика чистого разума и так далее. Вслед за Кантом Фихте говорит, что существует критическая философия. И существует догматическая. Догматическая это та, что исходит из реальности природы. Шелинг подхватил эту идею Фихте. То есть, догматики это те, кто как раз следует за эмпирическим опытом. А те, кто исходит вот отсюда, из своего разума, из себя, из я. Те, кто рефлексию проводит. Те, кто исследует свой внутренний мир. Вот именно вот эти вот люди, не догматики. Они следуют критической философии. Кстати, Фихте, наш предыдущий герой. Он думал, что он находится все еще в русле такой критической философии. Он не догматик. Но при этом у Шелинга, ну, у Фихте, скорее всего, догматизм, это плохо. Да. Это действительно считается у Фихте чем-то отрицателем. Он так с укуром говорит. У Шелинга уже нет. Он просто говорит, ну, есть критики, есть догматики. Все. Но при этом и то, и то имеет определенное основание. Последовательный догматизм не противоречит идеализму и выражается в естествознании. И это неплохо, определенно. Шелинг доказывает, но это уже не в контексте данной книги. Продолжаем дальше. Шелинг доказывает невозможность вывести природу из одних лишь принципов субъективного. То есть он хоть и ученик Фихте, но не такой уж и верный. Кроме того, он находит противоречие у Фихте между его пониманием природы и тем значением, которое он приписывает ей. А именно значением задержки или препятствий, необходимого для деятельности духа и для реализации его способностей. А если природа не имеет никакой внешней реальности, а всецело создана познающим я, то она и не может быть объектом деятельности. На такую природу, остроумно замечает Шелинг, так же нельзя воздействовать. Как нельзя ушибиться об угол геометрической фигуры. Шутки от философов. Шутки за 300 лет. Так вот. Ну да, действительно, получается, что Шелинг пытается, с одной стороны, усидеть на двух стульях. С одной стороны, это стул трансцендентального идеализма, в котором очень много похожих черт на философию Фихте. Но с другой стороны, мы не отрицаем существование мира. Это не какое-то препятствие. Нет, нет, мы венцы этого материального мира в том числе. В том числе и благодаря тому, что мы трансцендентальные вот эти вот субъекты, получается. И вот, фух, все это вместе у него идет. Определенное слияние. И самое главное, определенное... Тождество. Следующий аспект философии Шелинга, это абсолютное тождество. Вот оно. Абсолютное тождество является у Шелинга принципом, примеряющим два основных и вместе с тем противоположных воззрения. Догматизм и критицизм. Понимаете, он не отрицает догматизм, а не говорит, что догматизм это плохо. Все. 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 Нельзя. Нет, никакого догматизма быть не должно. Все. Только критика. Чистого разума. Только, не знаю, только фихты. Только я и не я. Да. Ну вот. И догматизм, и критицизм имеют свое место. В первом природа признается независимой от познания. Во втором она всецело понимается как продукт познания и вместе с тем теряет свою объективную реальность. И то, и другое воззрение заключает в себе истину. Интересно. Это действительно очень интересно, потому что Гегель, тоже мыслитель, он параллельно идет с Шеллингом, в общем-то, получается. Они идут как бы вместе. Я даже не знаю, кого на первое место им было поставить, ну, когда перечисляют Шеллинг и Гегель. Они вместе вот так вот идут по хронологии. Обычно ставят Шеллинга перед Гегелем, ну, теоретические материалисты, потому что им нужно показать, что Гегель был лучше Шеллинга. Ну, то есть, после Шеллинга. И что учение Гегеля лучше, чем учение Шеллинга. Поэтому он после Шеллинга идет. И завершает философию. Отчасти завершает философию. Потому что окончательно философию завершит уже Маркс. Диалетические материалисты вот любят вот такое вот расположение, такие позиции. Но я в данном случае воспользовался их разделением, да. И мне пришлось, в общем-то, вот так вот все сделать. Так вот, у Шеллинга, в отличие от Гегеля, материальный аспект очень хорошо и очень сильно развит. И Шеллинг был действительно в курсе исследований своего времени. В основе природы действительно лежит познание, но не относительное, человеческое, абсолютное познание. Или точнее, самопознание. В нем вполне уничтожается различие объективного и субъективного, идеального и реального. А потому это познание. Есть вместе с тем абсолютное тождество. А Шеллинг называет его также разумом и всеединством. Оно есть, вместе с тем, вполне законченное, вечное и бесконечное целое. Весь мир конечных вещей имеет свой источник в этом абсолютном тождестве. Из недр которого развивается в непрерывном самотворческом процессе. Ну, вот понятно. Все довольно-таки интересно и просто. Просто Шеллинг действительно проводит такую своеобразную диалектику, в которой материя и идеальная равны. Равны, действительно равны. Это интересно. У Гегеля доминирует идеальная. У Маркса, например, доминирует материальная. А Шеллинг, Шеллинг, во многом предшествующий обоим, ну, Шеллинг хоть и современник Гегеля, но вроде как чуть-чуть вот помладше, постарше, в смысле постарше. Фух, раскрывается все это. Ну, по крайней мере, Шеллинг начал раньше заниматься, чем Гегель, философией и позже закончил. Вот что знаменит замечательно, можно заметить. Так вот, он действительно объединяет, причем он совершил синтез двух учений, так скажем. Причем, ну, не совсем прям этих двух учений синтез до того, как возникли эти учения. Как бы так получается. То есть, он уже, его учение уже представляет синтез материального и идеального до того, как возникла философия диалектического материализма и диалектического идеализма. И в его философии тоже есть диалектика, как бы. Ну, потому что у всех подсельных лекантов она есть. Замечательно. Развитие мира идет по степеням дифференцирования объективного и субъективного. Объективное и субъективное присущи всем конечным вещам, как необходимые факторы. Они относятся друг к другу как взаимно отрицательные величины, а потому увеличение одного связано с уменьшением другого. Напоминаю теорию и нинь-янь, там вот эти вот, да, палочки, черточки, тоже вот похожая такая параллель. А потому увеличение одного связано с уменьшением другого. Связанность каждой конечной вещи всецело определяется преобладанием того или иного фактора. Все конечные виды образуют различные формы или виды обнаружения абсолютного тождества, содержащие определенные ступени субъективного и объективного. Эти виды Шеллинг называет потенциями. Мир есть градация потенции. Каждая потенция представляет в мире необходимое звено. Шеллинг различает два основных ряда потенции. Один с преобладанием субъективного имеет идеальный характер, другой с преобладанием объективного реальный. Оба ряда в своей абсолютной величине совершенно одинаковы, но противоположны по возрастанию факторов идеального и реального. Шеллинг схематизирует эти ряды в виде двух противоположно направленных линий, исходящих из пункта безразличия. В концах этих линий помещаются полюсы объективного и субъективного обнаружения. В этом построении легко открыть излюбленную Шеллингом схему магнита, кстати. Да, магнит он обсуждал это, я помню это, я читал. Каждая потенция есть обнаружение вечных идей абсолютного. С Шеллингом все было непросто. Но с Гегелем будет еще сложнее. Ну, может быть я попроще здесь все подобрал. Но Гегель очень сложный. Начнем с того, что Гегель крайне схематичный философ. То есть, не знаю, мы берем его известный текст «Наука логики» и читаем оглавление. И по оглавлению мы уже понимаем, о чем эта самая «Наука логики» будет. То есть, вот так вот. Все, что сокрыто в оглавлении, уже потом раскрывается в тексте. Притом, мы действительно по оглавлению можем вычитать уже всю философскую систему Гегеля. Вот настолько он схематичный и настолько схематично подходил к составлению оглавлений. Ни у кого такого не было. У Канта? У Канта? Нет. У Канта, конечно, много глав, много различных тем, которые он обсуждает. Да, схема есть. Но вот такой вот тотальной схемы, как у Гегеля, не было ни у кого, наверное, за всю историю человечества. Гегель на этом, в общем-то, съел собаку, можно сказать. Начнем. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Вот его самый знаменитый портрет. И один из самых известных его текстов мы обсудим сразу же. Этот текст называется «Феноменология духа». Это текст раннего Гегеля. И в нем есть такая цитата. «Все дело в том, чтобы понять и выразить истинное не как субстанцию только, но равным образом и как субъект». Давайте-ка попробую сейчас, перед тем, как мы начнем все это читать дальше, потому что там будет уже все более научно сформировано. Так вот на словах просто объяснить, что же думал Гегель. Существует некий абсолютный дух. Да. Дух раскрывается в определенном диалектическом движении. Да. Диалектическое движение содержит в себе противоположности. Да, но это в тексте Гегеля не проговаривается особо так прямо. Это говорится про противоположности, конечно, но тезис, антитезис, синтез это уже придумали позднее, например. Да. Но мы будем рассматривать именно для понятности, для простоты все это через термины. Тезис, антитезис, синтез. Тезис. Положительное некое суждение. Бог есть, допустим. Антитезис. Бога нет. Синтез совмещение двух позиций. Таким образом, в истории человечества человек, как, в общем-то, некое отражение абсолютного духа, пытается познавать тоже. И в процессе становления человечества происходит вот это вот самопознание абсолютного духа по определенной диалектической логике, которая включает в себя тезис, антитезис, синтез. Да. Движение между вот этими вот пунктами производится с помощью такой фишки, которая называется отрицанием. А когда происходит два отрицания, у нас, в общем-то, появляется синтез. Это простое объяснение для вас, потому что дальше будет сложнее еще. Так вот. Есть бытие. Бытие. Его отрицает ничто. И в процессе вот бытие ничто, бытие неподвижно абсолютно, совершенно как у Променида. Но ничто его просто нет. И чтобы возникло движение, чтобы возникло вот что-то, должно появиться нечто третье. Это становление. Между бытием и ничто. Становление. Это написано будет в науке логики. Мы это, кстати, там не рассмотрим. Но вот так вот работает диалектическая логика. Впервые ее он, Гегель, вот эту вот диалектическую логику прописал в тексте «Феноменология духа». Что такое феноменология духа? Это определенное приключение, так скажем. Приключение человеческого духа. Приключение идей. Это краткая, в общем-то, даже история философии в определенном роде. Только описанная не как история философии, а как метафизика полноценная. Гегель делает предметом изучения духовное. Ну, начинаем читать. Гегель делает предметом изучения духовное. Оставляя материальное бездуховное за пределами науки. О явлениях духа. Как ранее сознание человека выработало знания о предметах, так и в феноменологии духа сознание человека вырабатывает знания о явлениях сознания. Это изучение самого познания не принадлежит отдельному субъекту, но является частью всеобщего сознательного субъекта или духа. В изучении форм знания заложен интерес к всеобщему для людей духу. Только тщательное познание, ограничение субъективных форм познания, конечная определенность, позволяет субъекту получить абсолютное знание. То есть форму познающего субъекта, очищенную от всего личного и эмпирического. Очищаем эмпирическое. Замечательно. Феноменология духа соединяет все формы познания, выясняя их истинность и неистинность, двигаясь в сторону абсолютного философского знания, то есть истинно-научного познания. Феноменология духа осуществляет одну из главных идей Гегеля, состоящую в том, что истинное знание должно быть системой знания, а истинная наука – системой наук. Вот. Здесь вроде очень важные, в общем-то, аспекты не описаны даже в этом тексте. Эх, 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 эх. Так вот, начнем с того, как строится этот текст, с чего он начинается и чем он заканчивается. Кстати, подождите буквально секунду, я, наверное, даже принесу его. Достану этот текст. Достану этот текст, сейчас. Ах. Ах, я ничего не вижу. Ща. Ща. Так. Ох. Я вернулся? Здравствуйте. Я здесь. Угадайте, с чем я. С чем я? Я с феноменологией духа Гегеля. Конечно, у меня есть и наука логики Гегеля, и феноменология духа Гегеля. Конечно, они у меня есть. Это прекраснейшие книги. И сейчас я открою, в общем-то, ее. Наконец-то. Надо было это сделать, когда я готовил лекцию, конечно же. Но лень, лень просто убивает. Так вот, книжка делится на несколько пунктов. Первый пункт – это сознание. Второй – это самосознание. И третий – абсолютный субъект. Триада. Гегелевская гегелянская триада выступает у нас здесь. Давайте-ка откроем книжечку тоже. Ну, я открою книжечку. Я ее просто очень люблю. Хорошая книжка. Очень сложно считается. У Гегеля невероятно сложный язык. И здесь начинается уже приключение непосредственно духа. Да. Он разбирает различные этапы становления духа. Причем духа именно познающего. То есть философского духа. Вот, например, есть глава. Философское познание истинное и ложное. Здесь Гегель разбирает, в общем-то, различные философские способы познания. Потом историческое и математическое познание. И познание в понятиях изучает. И так далее, и так далее, и так далее. Здесь есть текст, ну, здесь есть элементы некоторые про спекулятивное мышление. Про многие другие аспекты. Так вот. Получается, он здесь изучает, в том числе упоминает скептиков, например, стойков и прочие другие учения. Все это складывает в определенную систему развития духа как такового. Это очень интересно в данном случае. Данная, в общем-то, книга рекомендуется мной к прочтению, если вы очень смелые люди. Это смелые люди, потому что ее содержание, оно очень сложное. Но при этом там описывается история приключений духа. При этом это как на Омахе и, знаете, Дугина. Дугина на Омахе. Но при этом она вот такая коротенькая. Поэтому там вообще ничего не понятно. Дугин, наоборот, водища льет колоссально много. А вот небольшая книжечка Гегеля. Ну, кстати, по временам Гегеля книжка все равно, ну, увесистая. С учетом того, что там и шрифт маленький. Ну, неважно. В общем, Гегель уместил в одну книгу то, что Дугин раздувает уже, не знаю, в бесконечном количестве книг. Поскольку Дугин пока еще жив и умножает тексты. Вернемся к Гегелю. Субъект познания является реальным, поскольку, 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 поскольку осуществление, осуществляет познание, да. Я мыслю, следовательно, я существую. Субъект, познающий совершенным, совершенным способом познания, совершенно реален. Он есть сама реальность, как субъект познания. Ну, то есть вот к этому субъекту, к крутому, абсолютному, замечательному, мы приходим к концу книжки. Приходим только к концу книжки. Ой, как я люблю эту книгу, что-то знакомо. Да, этот абсолютный субъект, которому доступно абсолютное знание, как истина, всех способов познания. Этим абсолютным субъектом, кстати, считал себя Гегель и считал, что вот на нем философия заканчивается. Все, после Гегеля философии больше быть не может. Вот он так считал, он последний философ. Все, он сказал последние слова, которые должны быть сказаны в философии. Конечным результатом самостоятельности субъекта и его познания, его познания форм познания, становится совпадение субстанции познающего субъекта и субъективных форм познания субстанции, внутреннего духовного начала субъекта и окружающей его материи, которые совпадают как абсолютная идеальная сущность. То есть, абсолютная идея. То есть, понимаете, у Гегеля есть такая интересная черта. Его, непосредственно его открытие. Есть абсолютный дух. Вот, допустим, бог. Бог. И что с этим богом? Он познает себя посредством рефлексии. Если у Канта рефлексия очень хорошо развивается в его критиках, непосредственно критики чистого разума, это рефлексивная философия, наверное, одна из самых развитых за всю историю человечества. И философия рефлексии Канта, это величина просто колоссальная. Фихте продолжает это, но тоже берет рефлексию, тоже в качестве основания. Гегель отдает вот эту вот рефлексию, которая свойственна человеку, была, по крайней мере, у Канта и у Фихте. Он отдает ее вот абсолютному духу, богу, который сам опознает, сам опознает, в общем-то. Замечательно. Это его открытие. К числу основных непосредственных установок сознания Гегель относит, во-первых, противопоставленность, противоположность и несвязанность формы познания и содержания познания, достоверности и истины. Во-вторых, завершенность самодостаточность объекта и незавершенность несамодостаточность мышления. Понимание истины как соответствие мышления своему предмету. В-третьих, понимание процесса мышления как принадлежащего только субъекту и происходящего только внутри субъекта. Противоречие есть критерий истины, писал Гегель. Отсутствие противоречия – критерий заблуждения. Напоминаю вам тезис-антитезис-сентез. Это такая удобная картинка для студентов тезис-антитезис-сентез. Тезис и антитезис противоречат друг другу. Тезис и антитезис есть везде. На каждый возникший тезис со временем появляется свой антитезис. Какой бы пример вам, не знаю, привести. Ну, например, было христианство. А потом появилась философия, которая начала отрицать христианство. А потом появилась философия, которая смешивает в себе христианство и отрицание христианства. Тезис-антитезис-синтез. Отрицание, противоречие. После отрицания возникает первое противоречие, после второго отрицания, то есть отрицание, отрицание, возникает второе противоречие, оно разрешается с помощью второго отрицания. Вот так и появляется наука логики. Наука логики уже в большей степени раскрывает философию Гегеля как диалектическую. Если вот в этой замечательной феноменологии духа Гегель часто допускает какие-то не только тройки, но и четверки элементов, то наука логики уже более последовательна, систематична и более колоссальна как проект. Эта книжка, наверное, как вот две вот этих будет. Наука логики представляет собой изложение необходимого движения мышления в чистых категориях мысли. Абсолютная идея. Ну, в принципе, знаете, о том же. Продолжение о том же, но более развито, более систематично. И мы уже выходим из истории приключений вот этого замечательного духа абсолютного. Ну, в смысле, здесь мы не выходим из нее, точнее. Ну да, мы как бы уже отстраняемся именно от абсолютного, ну, от исследователя, от субъекта. Хотя тоже не до конца отстраняемся. Я даже не знаю, как говорить о философии Гегеля на нормальном языке, чтобы это было понятно. Потому что вот до этого была история непосредственно духа. А здесь уже история всего мира. Получается так. Хотя это тоже мир связан с абсолютным духом. Если философия духа и философия природы изображают движение абсолютной идеи в ее инобытии, то в логике абсолютная идея находит внутри себя стихии своей чистоты. Ну вот да, здесь так и получается. В предыдущем тексте там все вот так вот определенным аспектам посвящено. Ну, то есть определенные аспекты. Наука логики – самый главный текст Георга Гегеля. Она посвящена уже непосредственно абсолютной идее самой по себе, самой чистой и самой оторванной от всего. Царство чистой мысли есть царство истины. Какова она без покровов к себе и для себя самой? В этом смысле наука логики есть изложение самой абсолютной идеи в ее необходимом развертывании. Именно в этом смысле наука логики является фундаментом всей системы гегелевской философии. Следует заметить, что наука логики не опровергает формальную логику, но по замыслу Гегеля развивает понимание логического до уровня спекулятивного. Формальная логическая по Гегелю является чем-то недостаточным, рассудочным, неполным изображением. Логика как жизнь идеи, в общем-то вот она изображается в философии. Появляется некоторый живой принцип, логика становится не логикой мышления, она становится логикой с одной стороны и мышления, и мышления абсолютного духа непосредственно. То есть и логикой развития мира, логикой развития духа. Вот, вот как это интересно будет раскручено. Это логика, которая лежит не только вот у нас в мышлении, там, не знаю, мы изучали законы логики, нет, нет, еще дальше все заходит. Это в природе, это в мире, это в духе, это везде. Только спекулятивное, в котором формально логическое рассудочное преодолевается диалектически, является истинной логикой. Согласно Гегелю, логика это форма, которую принимает наука о мышлении, когда мышление обобщают до максимально возможного общего вида. Он полагал, что в том виде, в каком наука о мышлении существовала до появления науки логики, это наука о мышлении требовала полного и радикального пересмотра с более высокой точки зрения. Логическое мышление у Гегеля выступает в трех формах – рассудочной, диалектической и спекулятивной, каждая из которых выражает одну из сторон мышления. Первое – абстрактное мышление, в конечных категориях рассудка. Второе – диалектическое мышление, обнаруживающее противоречивость категории рассудка и отличающие их ограниченность. И, наконец, третье – спекулятивное мышление, удваивающее отрицание и производящее в мышлении некий положительный результат. Движение в науке логики, как и феминологии духа, происходит через двойное отрицание. То есть, получается, что одна форма преодолевает другую, врастающую из отрицания первой. Отлично. Про бытие, небытие и становление я уже сказал, в общем-то. Это как раз в науке логики излагается, как и многое другое. И опять все возвращается к абсолютному духу. Эта книжка очень интересная, тоже рекомендую к прочтению тем, кто очень смелый. Эта книжка очень важная. Ну, в общем-то, мы закончили. Прошло... прошел час с половиной. Вывод. Классическая немецкая философия. Одна из самых сложных для понимания за всю историю. Мы с вами поверхностно пробежались по некоторым текстам самых значимых мыслителей этого периода, не обращая внимания на многочисленных их последователей. Один Гегель может похвастаться огромным-огромным древом учеников, включающих самых разных людей с различными мировоззрениями. Возможно, если лекции будут иметь успех, я выпущу лекции, которые закроют белые дыры в рассматриваемой нами историю философии. Более того, мы довольно поверхностно пробежались по вот этим вот замечательным текстам. Можно было бы рассмотреть полностью оголовление науки, логики, но я боюсь, это заняло бы тоже около полутора часа. С феноменологией духа та же история. Там тоже очень такое неплохое древо содержания. С Фихте все еще хуже, потому что у Фихте очень много текстов. Притом, Гегель, ну, Гегель, у него два основных текста. Феноменология духа. Простите, не тот палец согнул. Феноменология духа. И с другой стороны, у нас, в общем-то, наука логики. Два основных текста. Конечно, в других текстах тоже его учение проявляется. И о природе у него тексты есть, и о истории философии есть тексты, и о истории вообще есть тексты. Но все-таки вот два основных его текста. А у Шеллинга, у Шеллинга почти все вот эти вот тексты, у него куча текстов, и многие из них можно назвать основополагающими, в которых обозначаются элементы его учения. У Гегеля как бы все основные элементы даны в науке логики. Все, вот вам корпус, корпус, в общем-то, магнум опус Гегеля. А магнум опус Шеллинга? У него есть краткое изложение его идей, может быть, да, есть, но нет. Оно такое себе еще. Оно не включает в себя всю философию Шеллинга вообще в целом. Поэтому Шеллинга, если изучать его, приходится изучать полностью, и все его вот эти вот тексты, все эти пять периодов Шеллинга надо пройти вместе с ним, и это очень тяжело. У Фикте тоже очень большой корпус наукоучения. Ну, то есть, с ним тоже не так уж и просто ознакомиться очень-то подробно, поэтому нам пришлось объединить все наукоучения в одно большое. С Кантом все значительно проще. Хотя, с другой стороны, и сложнее. Ну, критика, в основном, я рекомендую вам познакомиться с тремя критиками. И в основном лучше с одной критикой чистого разума. Из всех книг Канта, которыми вы могли бы ознакомиться, начинайте с критики чистого разума. Если вам понравится, переходите к критике практического разума. Кстати, я не упоминал про антиномии практического разума. Можете про это узнать, потому что схематизм, который был в критике чистого разума, он сохранился в последующих произведениях Канта. А я просто про него вам не сказал, что это заняло бы еще тоже очень много времени. Мы очень кратко рассмотрели критику практического разума, но уж так получилось, простите. И критика способности суждения тоже рассмотрена очень коротко. Тоже можно изучить вот эти вот три текста. Если критика чистого разума вам совершенно непонятно, рекомендую перейти к пролегоменам, ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука. Тоже очень важный текст. Ну, всеобщую естественную историю о теории неба я вам не рекомендую читать. Ее есть философы, вообще, только люди считают, которые интересуются Кантом в основном. Вот. Немецкая философия от Канта до Гегеля. Мы пробежали так немножко вот по вот этим вот замечательным философам, потратили полтора часа на это. Могло бы быть, на самом деле, и хуже. Ну, вы должны понять, почему я других не успел упомянуть. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Могло бы быть, на самом деле. Могло бы быть, на самом деле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...